Друзья, тут появилась интересная информация, которую мы также хотим поделиться с вами. А именно, в парламенте Финляндии инициировали обсуждение передачи танков Leopard 2 в Украину. Как минимум два парламентария, которые являются членами Комитета обороны. Андерс Адлер Кройц и Аттехарья не подняли этот вопрос. В своем совместном обращении они отметили, что поставки основных боевых танков западного образца крайне важны для обороноспособности Украины и отпора агрессии РФ. Их главным кандидатом является именно Leopard 2, передача которого союзниками представляется наиболее эффективным путем. Тем более, что тогда существует возможность передачи однотипного образца, что значительно упростит обучение логистику и обслуживание. Более того, его распространенность среди союзников позволяет передать значительное количество боевых машин в складчину. Кроме Финляндии, этот танк находится на вооружении таких стран, как Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Испания, Норвегия, Польша и Канада. И знаете что друзья, это не очередное балабольство и у финнов есть реальная возможность передать Украине эти машины. Потому как согласно милитарии баланс за 2021 год в Финляндии в войсках находится 100 единиц Leopard 2A6, а еще сотня Leopard 2A4 на хранении. Таким образом, Хельсинки имеет машины, которые прямо сейчас не используются в вооруженных силах. В общем ребята, вот был бы номер если бы не вечно озабоченный кто же будет первым. Германия передала первые 100 танков Leopard 2 Украине и Асолнечная Финляндия. Главное, чтоб Гершольц не мешал и ничего не блокировал. И друзья, распространяем видео там где только его можно распространить. Лайк им подписываемся на все что можно под роликом и помогаем нашему каналу стать еще больше для охвата еще большей аудитории. Потому как шось не то происходит с алгоритмами и соответственно просмотрами и помогаем нам достичь 150 тысяч подписчиков до конца года. Редактор субтитров А.Семкин